и так далее, там подобные записи. У него нацеленность именно была сделать дзюдо, как говорится, в первую очередь, мировым спортом. И как мы знаем, что на основе боевых искусств, которые в те времена в Японии присутствовали. И я в Японии был шесть раз, и вот на определенном этапе, будем так говорить, император Японии бросил, как говорится, клич, дал команду разработать такой вид единоборств, впоследствии которого армия самурайская, как сказать, имела бы преимущество. Естественно, возникли вот эти эндайки, дотам, джиу-джитсу и все прочее. А Дзигара Кана, он, как говорится, пошел по другому направлению и убрал все то, что как бы опасно для здоровья, перевел на спортивный рельс. Разработал свою классическую, так сказать, технику, будем так говорить, и методику в этом плане, и правил, естественно. Ну и в основе своей я с ним согласен с тем, что самополагающий принцип – это тренируй тело, тренируешь душу, тренируешь дух. А ведь я проведу простой пример, чтобы долго не говорить, на определенном этапе мы очень хорошими друзьями были, сейчас, правда, редко встречаемся, вот, Солодухин Николай. И однажды в Мурманске мы с ним семинар проводили вместе. Он, естественно, спортивную часть, а я тактическую часть, то есть на основе правил. Ну и на определенном этапе я ему задал вопрос. Николай, на твой взгляд, что больше преимущества имеет общей физической, специальной физической подготовки, технической, тактической, морально-волевая и так далее? Он мне ответил – характер, бойцовский характер. Нет внутри пламя, факела, а зажигать это должен тренер, будем так говорить, который горит, спортсмена. Ну, будем еще раз говорить, упрется в определенной, так сказать, там, планочку, но максимальных результатов не добьется. Он мне даже привел пример, и вот работоспособность, то есть высокая, будем говорить. Поэтому здесь я согласен именно вот с основным принципом все-таки тренировать, будем так говорить, духовный, так сказать, душевый, как говорится, бойцовский характер и так далее. Вот. Преодолевать сложности, преодолевать трудности и так далее. Ну, и одним из тоже, и я с этим согласен, важным направлением – это образовательность, будем говорить, направленность именно дзюдо. То есть не просто готовить робота-спортсмена, а всесторонне развитого нравственно-морально-духовного человека, понимаете? Нет, вот я, еще раз повторяю, шесть раз в Японии был, и когда я читал, я покупал книги, мне потом «Царство небесное» Силину Виталий Иванович из Санкт-Петербурга, он единственный от наших специалистов, владел японским языком, два тома мне перевел, будет говорить, к сожалению, они меня куда-то, не знаю, кто-то их прикарманил. И вот там я даже читал, ну, то есть, а как должны вести себя? Вот этот, например, белый цвет кимоно, да, это мы знаем флаг японца, солнца и белый, вот именно. Вот это читали. Когда я посещал школу Кадакан первого, я вообще был, как говорится, в восторге, будем договорить. И там все ходят в белых носочках, там все чистенько, полы блестят, понимаете, нет. Вот, и наблюдал такую картину, когда один из известных там дзюдоистов в Тбилиси на турнире, японец, вот, Ямасито, выходит на поединок, перед поединком, вот, перед татами, не доходя татами, он снимает белые носочки, вот, убирает их в пакетик, вышел, выиграл поединок, выходит, достает там сумочку, достает пакетик и достает другие новые носочки, понимаете, нет, беленькие. Вот, то есть, вот, и мне вот это вот, понимаешь, вот этот пример именно воспитательного значения, то есть, вот, как говорится, вот, и когда я был, еще раз говорю, вот в Японии, я наблюдал, ну, очень много, это можно приводить примеры, какая идеальная чистота, культура, вежливость, доброжелательность, внутри, конечно, у них может быть и, так сказать, бурли там, все прочее, но внешне это не показывает, будем так говорить. И вот это именно Дзигара Кана со своими принципами и содержанием, будем так говорить, так сказать, своей программы, именно программы дзюдо, вот, именно преследовал вот эти направления. И, в заключение, Василий Васильевич, что бы Вы могли сказать будущим и сегодняшним поколениям дзюдоистов? Ну... Какое-то назидание, что ли, что-то такое? Ну, мой-то такой, будем так говорить, девиз по жизни, люди старайтесь делать доброй для людей, вот, поэтому, занимаясь дзюдо, вот, не забывайте о том, что, вот, астмоположники этого дзюдо все-таки преследовали именно направление. Будьте образованными, будьте воспитанными, будьте здоровыми, в первую очередь. И результат, самым достойным, самым настойчивым, трудолюбивым, упорным, он придет. Не все сразу. Ну, еще раз говорю, трудиться, трудиться, и еще раз трудиться. Это так говорят, а у нас тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Но не замыкаться только вот в таком узком нацеленности, допустим, сиюминутный результат, успех. Плод должен созреть ко времени, поэтому терпимость, трудолюбие, работоспособность и здоровый образ жизни – это залог успеха. Поэтому всех, всем успеха. Василий Васильевич, спасибо большое. Очень было приятно с вами побеседовать, и надеемся, еще не один раз с вами увидимся. С удовольствием. Спасибо.